Добрый день! Ульяновск. Альберт, расскажите, как вы вообще впервые взяли руки оружия? Мне сказали, что вам было 19 лет, и это было много лет назад. Так точно. На срочной службе служил я в десантных войсках, 106-я Тульская дивизия. Командиром дивизии у нас был Александр Иванович Лебедь. В 1990 году я впервые принимал участие в боевых действиях на территории Азербайджана. Сейчас эти события имеют особое прочтение. Буквально в эти минуты, в эти дни снова разгорается вооруженный конфликт. Тогда уже чувствовалось, что этот конфликт надолго, в 1990-м? Да, находясь на территории Азербайджана, я встречался с представителями армянской диаспоры, с азербайджанцами. У них очень серьезная ненависть друг к другу. И поэтому их конфликт будет продолжаться, мне кажется, столетиями. Это два менталитета, которые несовместимы. А тогда вы думали, что похожие события, междунациональный, в том числе конфликт, будет и на другой границе, российско-украинской? Конечно, нет. Потому что в моем полку, даже в моем взводе служили украинцы. Замечательные парни, с которыми я вместе воевал. Шел плечо к плечу. Были замечательные люди. И о том, что мне придется поднять оружие на своих собратьев, даже в мыслях не было. Что вы чувствовали, когда начались события 2013-2014 года, когда произошел Майдан, госпереворот? Я внимательно отслеживал новости, происходящие на Украине. И тогда уже у меня было непонимание, как наш братский славянский народ может допускать к себе в страну фашистскую идеологию. Были ли мысли уже тогда пойти добровольцам? Как только разрешили великовозрастным записываться в добровольческие батальоны, я сразу же подал заявку и отправился в зону СВО. В добровольческий батальон БАРС. Расскажите, как вы приняли это решение, как семья отнеслась к этому решению, ваши знакомые, друзья? Ну, естественно, что супруга моя была категорически против, мать моя тоже была категорически против. Мать задала мне вопрос, я вся в слезах, ну зачем, зачем ты туда идешь? А что вы ей ответили? Я ей ответил, потому что вы с отцом меня правильно воспитывали, поэтому я туда и иду. Вы принесли медаль, я так понимаю, своего прадеда или деда? Не прадеда, а деда. В Великую Отечественную войну мой дед воевал артиллеристом. И вот выписка из наградного орудийного номера третьей батареи красноярмейца Калигина Василия Николаевича, бывалого воина, уничтожившего в последних боях в составе орудийного расчета 8 автомашин до взвода вражеской пехоты и один самолет. Вам в детстве рассказывали о его боевом пути? К сожалению, я был очень маленький, а про войну мой дед не рассказывал ни мне, ни моему отцу. Он стеснялся почему-то этой темы, но судя по наградам, я воевал, он очень отважно. Вы думали, что вам придется пройти тем же путем и против фактически той же силы, тех же фашистов? Конечно же нет. Все свое детство, всю свою юность, я жил с уверенностью, что фашизм был уничтожен в 45-м году. Оказывается, нет. Эта гидра снова вылезла и теперь нам, внукам, приходится добивать ее. Вернемся в сегодняшний день. Как вы готовились к отправке в добровольцы? Была ли какая-то, ну, собирали ли вы какие-то вещи, снаряжения, готовили ли себя физически, морально? Морально я был готов, потому как я казак и мы себя морально готовим всю жизнь к защите своего отечества. А более физическая, скажем так, подготовка вещи, теплое снаряжение, многие же беспокоятся. Я когда сам был свидетелем, первое, вы объявили мобилизацию в сентябре, люди скупали военторги подчистую. Объезжали их. Ну, минимальный набор вещей, безусловно, я с собой брал, все остальное выдали там. А пригодилось то, что собрали? Да, 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 пригодилось все. Чего сейчас, острее всего, не хватает в зоне боевых действий? Ну, на сегодняшний день, в этом году, наши вооруженные силы практически снабжены всем. Ну, хотелось бы побольше квадрокоптеров, разведывательных, чтобы у каждого подразделения, у каждого взвода был свой квадрокоптер. Вы должны понимать, что это тоже расходный материал, такой же, как боеприпасы. Ну, вот по квадрокоптерам расскажите подробнее. Вы, как человек, который участвовал в боевых действиях, получается, три десятилетия назад и сейчас, изменился ли облик вообще боевых действий за счет вот этих технологий? Да, безусловно. Мы живем в 21 веке, и сейчас победит та армия, которая более продвинутая в технологиях. Это не только квадрокоптеры, это и логистика, это, как говорится, и IT-технологии, и современные виды вооружений. Сейчас эти современные виды вооружений применяются? Безусловно, применяются. Тем более, наше телевидение ежедневно освещает, каким образом и где это имеет место применение. Вы рассказали, почему вы записались в добровольцы, а ваши боевые товарищи из Ульяновска, говорили ли вы с ними об этом? Почему они делали такой выбор? Я не был знаком ни с одним из них, познакомились мы уже непосредственно в военкоматах, в автобусе и на передовой. Но все равно же люди обсуждают, когда едут еще в зону боевого слаживания, в зону обучения, обсуждают, почему они поехали. В прошлом году практически всех двигал именно патриотический порыв. Все, кто был там, это, безусловно, все герои. Это патриоты своего отечества. Много ли среди них казаков? Насколько я знаю, что казачьи активно участвуют в целом добровольческом движении. Я вам скажу так, настоящие казаки сейчас воюют практически все, все, кто способен носить оружие. Расскажите о том, как проходила подготовка перед отправкой, дали ли необходимые навыки, вы говорили о современном вооружении, научили ли пользоваться современным вооружением или технологией подготовки, я так понимаю, в Тотском проходил, как она выглядела? Это сейчас, это сейчас. Сейчас мы же разговариваем о прошлом. На данный момент мы проходили боевую подготовку в Тотском. Там ведется очень активная и разносторонняя подготовка. Там знакомят и с теми же квадрокоптерами. Там и медицинская подготовка ведется, и огневая. Тренировались стрелять из стрелкового оружия, гранатометы, метание гранаты. Полный комплекс. Поэтому уже на передовую идем практически подготовленным. В прошлом году ситуация была иная? В прошлом году была она иная. Расскажите, как складываются отношения с местным населением? Как вас встречают? Вы наверняка взаимодействовали с ними? Имеете в виду прошлый год? Да. Двоякое. Двоякое. Потому что есть люди, которые нас с радостью встречают, буквально со слезами на глазах. А есть жители, которые очень враждебно настроены к русскому солдату. Почему вы думаете, они враждебно настроены к русскому солдату? Это результат пропагандистской работы, которая много лет велась или что? Я считаю, во-первых, действительно, это недостаточность информации. То, что они были много лет вырваны из информационного поля. Я считаю, это основной причиной. Но и есть, конечно, косвенная причина. Украина – это родина бандеровщины. И те, которые сейчас проживают, внуки – это наследники вот этой вот бандеровщины. Расскажите подробнее о солдатском быте. Потому что родственники, жены, они интересуются, как выглядит день солдата. Успевает ли он поспать, поесть. Ваши коллеги из других подразделений рассказывали, что иногда приходится спать и по два часа в день. Безусловно, случаются трудности в воинской жизни. Но солдат обязан переносить их стойко. Все ли справляются или кому-то не хватает здоровья? Да. Очень много великовозрастных военнослужащих. Им бывает очень тяжело. Все-таки, как говорится, сказывается возраст. Хронические заболевания. Им приходится тяжеловато. Значит ли это, что нужно больше молодых добровольцев? И как бы вы обратились к ним? Безусловно. Война – это дело молодых. Война – это дело молодых. Нужно больше молодежи, чтобы шло на контракт. А сейчас вообще есть молодые в тех подразделениях, которых вы служили? Да, безусловно. Молодежь присутствует. И ее достаточно много. Тоже из патриотических подразделений побуждений пришли? Или у них другие были какие-то причины? Причин множество. Причин множество. Но самое главное, что они в строю, все вместе, рядом. Несколько поколений. Молодежь, средний возраст. И такие старики, как я. Ну, не секрет, что последние 30 лет в России патриотической работы, ну, лет 10-20 назад, занимались достаточно плохо. Все-таки эту преемственность удалось сохранить. Откуда появились молодые патриоты, если они с ними не работали? Это в душе у них было? Это закладывается, я думаю, скорее всего, даже на генетическом уровне. Любой россиянин, он с рождения уже готов всегда встать на защиту своего отечества. Это у него сидит в крови, в его душе. Только нужно в юношеском возрасте, подростковом возрасте больше уделять патриотическому воспитанию и направлять в правильное русло. Изменили ли вас боевые действия, которые шли в прошлом году в этом? Как человек вы изменились? Чувствуете это? Изменения, конечно, есть. Конечно, есть изменения. Переосмысление. Переосмысление пришло. Понимание себя в этом обществе. Я, насколько знаю, вы, помимо участия непосредственно в боевых действиях, сейчас занимаетесь патриотической работой с молодежью в том числе. Встречи проходят, проходят. Расскажите об этом направлении чуть-чуть подробнее. Последние годы я посещаю детские дома, школы, детские сады и читаю детям стихи и рассказы собственного сочинения. Детям очень нравится. Я считаю, что ребенка нужно увлечь. Если ребенок увлеченный, то ему уже можно преподносить всю необходимую информацию. Поэтому воспитание подрастающего поколения я считаю самой важной деятельностью на сегодняшний день для себя. О чем вы пишете стихи? Я пишу детские стихи, начиная от малышовского возраста и до среднего возраста для подростков. Есть ли среди них стихи о Родине, о России? Да. Больше у меня пейзажная, конечно, лирика, но есть стихи и о любви к женщине, и о любви к Родине. Разнообразный план я затрагиваю. Прочитайте что-нибудь из стихотворений о Родине, если вы можете вспомнить. Но это не столько о Родине, а это, скорее всего, о любви к природе. Природа наша, российская, это и есть Родина. Дуб Где щебет птиц Средь сочных трав Лаская от солнца Измрут равнинный Слегка от жизни Долгой под устав Рос великан огромный Дуб старинный Он кроной трогал облака Ветвями лунный диск катал по тучам Касаясь с листьями земли Слегка стоял один Как столб могучий. Он долго одиночество хранил, Но чтоб продлить свой Род древесный Он в землю свое семя обронил Янтарный, круглый, Желудок прелестный. Шло время, Желудок пророс к весне, И великан отец им умилялся нежно, И счастье песни слазь везде. А дуб учил сынка прилежно. Пример с отца бери, сынок, Корнями в землю ты впивайся, Расти, дубок мой желудок, Ни перед чем не прогибайся. Ты солнца луч, лови лист твой, И всему миру улыбайся, И в небо стволик тени свой, Ни перед чем не прогибайся. А с осенью ветра придут, Но ты, сынок, сопротивляйся. Крепись, дубок мой желудок, Ни перед чем не прогибайся. Морозы будут твою кору рвать, Но страху ты не поддавайся, И в ледяные клещи будут тело брать. Терпи, сынок мой, Не сдавайся. Но вот однажды человек пришел, Принес с собой инструмент железный, Он кругом великана обошел И наступил ногой на стволик нежный. С размаху в древо он топор вонзил, А дуб ничем не сопротивлялся, Лишь вздохами к природе Молитвы возносил, И с молодым дубком прощался. Пример с отца бери, сынок, Корнями в землю ты впивайся, Живи! Дубок мой, желудок, Не перед кем не прогибайся. Вы читали стихи своим боевым товарищам, Возможно, на линии фронта тоже и ждут поэзии, музыки. Люди же не могут думать все время только о войне. Да, читал самым близким друзьям, Конечно, я читал и песни пел. Но на войне не до песен. Хотя я находил минутки на сочинительство, Делал зарисовки какие-то, А уже находясь дома, Всю эту информацию собирал И составлял в рассказы. О войне писать не хочется? Я попробовал. Есть у меня пару рассказов о войне, Но больше я о войне писать не хочу. Последний вопрос задам. Вы пока находитесь здесь, в Ульяновске, Можете передать свои слова и мысли Своих товарищей с фронта, Тем, кто остался здесь, в Ульяновске. Что бы вы, военнослужащие Ульяновска, Хотели бы пожелать Ульяновску, Сказать Ульяновску? Я бы хотел пожелать нашему российскому народу Сохранять спокойствие, Не поддаваться ни на какие провокации, Верить в нас, победа будет за нами, Мы обязательно победим. Это наша обязанность, святая обязанность. Огромное спасибо, с нами был Альберт Каллигин, Военнослужащий батальона Ульяновск. Следующий гость студии будет уже через неделю. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»